Дни гармоники в Забайкалье. Это не просто фестиваль-конкурс, а уникальная возможность собрать под одной крышей юных баянистов и аккордеонистов из разных районов края. Более ста человек из Краснокаменска, Борзи, Оловяны, Хилка, Нерчинска и Читы удивляли зрителей традиционной академической музыкой. Напомним, фестиваль проходил в Чите четыре дня и собрал огромное количество поклонников, рассказывает Светлана Тулунова. Более трехсот сыгранных произведений за четыре дня в исполнении сотни ребят в возрасте от 12 до 19 лет. Дни гармоники в Забайкалье – это отличная возможность для молодых дарований не только показать свой талант, но и выступить на одной сцене с именитыми музыкантами. Собравшихся здесь учеников музыкальных школ, лицеев и образовательных учреждений оценивал лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Украины, профессор Одесской государственной консерватории Владимир Мурза. По словам организаторов конкурса, на сей раз Дни гармоники прошли с особым успехом у зрителей. Прежде всего конкурс нужен для того, чтобы нам отмониторить ситуацию в крае, в классе преподавания одного из самых важнейших инструментов, которые так необходимы сегодня в наших сельских клубах, домах культуры и музыкальных школах. Это баян-аккордеон. Аккордеоном Саша Фельшина увлеклась 7 лет назад. Говорит, что ее привлекло звучание этого инструмента. До этого Саша победила уже в нескольких городских и региональных конкурсах. Но победить на этом фестивале ей особенно приятно. Мне очень понравилось, что нас проводили мастер-классы, концерты различные. Сами участники с регионов приезжали. Тоже у них очень хорошая подготовка. В целом же итоги конкурса подводили по двум номинациям – солисты и ансамбли – и по четырем возрастным категориям – до 12 лет, до 15, до 17 и до 19 лет. Победителями стали Альберт Лопатин, Александр Фельшина, Анна Кан, Сергей Горб, Александр Корякин. А вот главный приз гран-при достался Вячеславу Смолину – юноше, отдающемуся музыке с особым восторгом. Светлана Тулунова, Александр Бласов. Время новостей.